Музыка Вот так вот, мои дорогие, проходит лето в Крыму. Одни уехали, другие приедут. И так все лето. Такая круговерчка. А потом зима. И никого. Так что те, кто собираются переехать в такие маленькие городки, будьте к этому готовы. Что будет и скучно, и грустно. Но, одно хорошо, что зима здесь все-таки мягкая, да и проходит она быстро. Вот до меня только что дошло. Дорогие мои, что завтра будет 4 года, как мы переехали в Крым. И меня прям накрыло. И убираться бросило. И что-то прям такие воспоминания наклынули. Как мы приехали, какие впечатления у нас были. Какое-то такое двоякое чувство было. Природа такая шикарная, красота. И в то же время какая-то роскошь и нищета рядом. Разбитые дороги до такой степени, что можно было просто колесо там оставить в ямах. Кирпичами заложенные, прям такие глубокие. Но цены были, это просто что-то. Мы каждый день жарили шашлыки или колбаски. Вечером сидели под этими сумасшедшими звездами и не могли никак насмотреться. Все вечера сидели на улице. Да, у нас на севере в сентябре уже в школу идут в куртках дети и в шапках. Да, все было дешево поначалу. На рынках даже, ну на рынках, в магазинах очень много было турецких вещей. Ой, а когда мы нашли случайно рынок секонд-хенда на пятом километре на рынке, то это вообще что-то. Там был просто завал вещей с бирками, ну как он, сток называется. Из европейских магазинов и не только из европейских. То, что вот мы ездили в Финляндию и там на евро стоило, даже тогда по тем деньгам, 40 рублей евро было. Все равно это стоило там 15-20 евро. А тут за 200 рублей можно было купить платье такое шикарное. Да, ну просто. Мы купили дочке куртку за три с половиной тысячи рублей, абсолютно новую, канадский пуховик. Мы пакетами набирали здоровыми. Море. Такая красота. Да, я говорю, но и в то же время рядом недострои, какие-то развалюхи, помойки. Ну, не знаю. Очень странный был менталитет южный. Я как-то вот не сталкивалась с ним. Вот эта вот сезонность и… Да, но и до сих пор так. Здесь нет такого, чтобы работать на будущее, на перспективу. Тут нет такого. Здесь просто вот продать, обобрать, содрать. Вот именно сегодня. А так, чтобы обслужить так клиента там или тот, кто у вас останавливается жить, так, чтобы он приехал на следующий год. Нет такого. Как они сами говорят. Да ты что? Уехали и забыли. На следующий год другие приедут. В России народу много. То есть, конечно, с сервисом тут дело плохо обстоит. Ой, кругом ларьки какие-то были. Господи, у каких-то кучи магазинчиков, ларьков. Сейчас уже все серьезнее. Уже строятся прям, пусть не большие, но прям такие магазинчики приличные. Вот у нас в Черноморске отстраивается Крым. Ну, кто был в Черноморске, знает магазин этот. Уже рядом второй отстраивается. И вообще очень много магазинчиков пооткрывалось, прям таких приличных. Крым. Конечно, со временем все будет по-другому. Ну, раньше и люди сюда ехали. Здесь можно было дешево отдохнуть. Поэтому, может быть, особенных претензий не было к этому сервису. А теперь-то дорого. Люди приезжают и удивляются. Говорят, ну и цену у вас тут. Дешевле съездить в Турцию отдохнуть и лучше. Ну, да. Это кто не ездил никуда, им не с чем сравнивать. Так их вроде как все устраивает. А те, кто побывали на разных курортах, конечно, уже не то. Но ничего, оно же все меняется. И дороги уже стали лучше. И больницы отремонтированы. Школы, поликлиники, детсады. Это прям вот, прям видно. Ну, да, цены другие уже. И выбор продуктов был интереснее тогда. Вещей. Да еще санкции эти. Мне было бы санкций, было бы гораздо все веселее. Но жизнь меняется. И люди, я думаю, со временем изменятся. Будут по-другому немножко относиться к тому, что они делают. Больше ответственности, наверное, будет, будет конкуренция. Если она будет, то многое изменится. Но я считаю, что должно поколение смениться. Лет 20 еще, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Так что прям меня накрыло воспоминания эти четыре года. В Риме летит. Не успеваешь оглянуться. Ну, пока, наверное, все. Надо мне доубираться. Завтра подруга из Питера у меня прилетит. Так что меня сегодня ностальжи накрыло. Поболтала хоть с вами. Ну, ладно. Надо идти дела делать. Пока, мои дорогие. Ну. П教えて. Ну, спасибо.